МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. На рыбалку, на снегоходе, а домой со спасателями. На Волге очередное происшествие с рыбаками. Поможем избавиться от долгов. Сотрудники налоговой инспекции вышли в рейд. И с Новым годом и с днем рождения. Таванрадио отметила трехлетие. Сегодня прошла последняя в этом году сессия Государственного совета Чувашия 6-го созыва. В повестке дня 14 вопросов. В перечне особо важных тем отмена выплат многодетным семьями и восстановление в республике упраздненной ранее должности уполномоченного по правам ребенка. Подробности у Татьяны Молоковой. Минэк предлагает ввести новые формы поддержки инвестдеятельности. Их предоставил Совет по инвестиционной политике. Заключение соглашения государства в частном партнерстве. Второе – это предоставление льгот по уплате арендной плате за земельные участки, предоставленные для размещения вновь создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов производственных объектов, а также объектов непроизводственного назначения. И третье – это предоставление льготы по налогу на имущество организаций для организации зарегистрированной территории Чувашской республики и привлекающей инвестиции на сумму более 50 миллионов рублей. Раньше эти льготы тоже были, но они имели уведомительный характер. Предприниматель оформлял заявку о поддержке, теперь же помощь прописана в законе. Также о льготах говорил и министр труда и социальной защиты Сергей Дмитриев. Он представил два закона о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, и также об увеличении выплат труженикам тыла, ветеранам труда и репрессированным. Повышение небольшое, но в условиях нынешней экономической ситуации позитивное. А вот в госслужащем в 2017 году, как, впрочем, и в 2014, 2015 и 2016, индексировать оклады не будут. Также не будут выплачиваться субсидии на покупку жилья. Несколько ключевых вопросов будут рассматривать депутаты Государственного совета. Но я особое внимание уделяю вопросам социальной поддержки населения, да, не защищенных слоев населения. Будут несколько увеличены, пересмотрены в сторону увеличения выплаты по уходу за ребенком, по содержанию детей. От одного рубля до 50 рублей, это очень и очень мало. И здесь позиция наша, конечно, из бюджета изыскивать больше возможностей для таких выплат. А вот ежемесячные выплаты многодетным семьям с 1 января 2017 года отменяются. Правительство России изменило список регионов, которые могут получать средства на софинансирование пособий. Их осталось 40. За последние три года у нас рождаемость в республике выросла и суммарный коэффициент рождаемости в нашей республике в последние три года превышает суммарный коэффициент рождаемости в среднем по России. Льготы должны быть отменены детям, которые родятся после 1 января 2017 года. А вот дети, появившиеся на свет в оставшиеся дни этого года, будут получать эти средства как положено. По предварительным подсчетам в 2017 году ожидается появление на свет примерно 2700 детей. Пособие многодетным семьям 8,5 тысяч. Федеральный центр финансирует 58%, региональный бюджет 42%. В итоге республика недополучит 160 миллионов рублей из бюджета России. Депутаты предложили обратиться к правительству страны, чтобы были пересмотрены коэффициенты рождаемости, чтобы многодетные семьи смогли получать средства. Направить все усилия на то, чтобы, как и положено по законодательству, как предусмотрено законодательство, из последних сил, которые только есть, продлить еще на два года те выплаты, которые вот эти 40 регионов получили. С 1 января, в соответствии том числе и бюджета Российской Федерации, этих денег в Чувашской республике не будет. Программа 1 января завершается, но закон обратной силы не имеет. И все дети, рожденные, значит, так как мы выплачиваем эту сумму до трех лет, ребенок, рожденный 31 декабря, компенсация, она будет выплачиваться еще три года. Мы будем работать еще над своей программой. Вполне возможно, это не такие суммы, вполне возможно, что эта сумма будет меньше. Но мы, Чувашская республика, тоже должны посмотреть, принять свою программу, а возможно, свой закон. Депутаты также приняли обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой изменить критерии отбора регионов, которые могут рассчитывать на сигнование из федерального бюджета. Один из ключевых вопросов сессии о внесении изменений в закон Чуваши об уполномоченном по правам ребенка. С учетом обращений в адрес главы Чувашской республики Валентины Ивановны Матвиенко и уполномоченной предпрезиденте Российской Федерации по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой главой Чувашской республики было принято решение о возвращении данного закона к Государственному совету Чувашской республики. Депутаты приняли постановление об отмене закона и признали утратившим силу закона возложения на уполномоченного по правам человека обязанностей уполномоченного по правам ребенка. Новый омбудсмен будет назначен уже в следующем году. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика В Чебоксарах состоялся съезд совета муниципальных образований. Районы завершают год с неплохими показателями. Какие приоритеты на будущее расставили перед руководителями на местах, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Это шестой по счету съезд совета муниципальных образований. Накануне Нового года перед главами районов и сельских поселений ставят задачи на перспективу. Ключевой вопрос повестки дня – трехлетний бюджет. Необходимо научиться работать по новым правилам, постепенно увеличивая объемы собственных доходов. Для руководителей муниципалитетов это приоритет. С Нового года в силу вступает немало поправок. К примеру, в январе расширится перечень налогоплательщиков. Если с 1 января 2016 года налог от кадастровой стоимости у нас уплачивают физические лица за имущество, которое не участвует в предпринимательской деятельности. За жилые дома, дачи, гаражи и так далее. С 1 января 2017 года физические лица, включая индивидуальные предприниматели, которые находятся на спецрежимах по налогообложению, также будут являться аналогоплательщиками по налогу на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. За расходованием бюджета должен быть налажен строгий контроль. Под заново исходящего года муниципалитеты оставляют неосвоенными более 1 миллиарда рублей. В Мариинском посаде не успели в срок отремонтировать здание гимназии номер один, в Каношеток и не сдали новый стадион, в Козловке дорогу. Такие примеры есть в каждом муниципалитете. В лидерах антирейтинга Чебоксары. Хочу еще акцентировать внимание на одном из направлений. Это строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка города Чебоксары, вторую очередь. Это вот как пример, как нельзя работать. Контракты по данному объекту 2015 года. То есть мы даже здесь не можем сказать, что не в свое время на проведение конкурса, жалобы и все остальное. Контракт был заключен в 2015 году. Стоимость этого проекта 181 миллион. Касса на сегодняшний день 70 миллионов. То есть мы не осваиваем 110,9 миллионов рублей. 30 миллионов выполненные объемы есть. На 30 миллионов вообще никаких объемов даже не планируется. Хотя можно было заменить эти объемы другими, договориться с Министерством экономического развития Российской Федерации. И в течение всего года это можно было сделать. Около 100 миллионов рублей сегодня не освоено. Контракт действительно был заключен в прошлом году с компанией Старко, всем известной, заслуженный строитель Чувашской республики. Руководит этой компанией. И у него действительно были все возможности для того, чтобы сдать объект вовремя. Кроме того, ему помогли получить кредит для выполнения этого объекта. И были даны авансы и соответствующие деньги. Но строитель не справляется с обязанностями. В любом случае неосвоенные деньги придется вернуть федеральный бюджет. Причем уже на этой неделе. Если у нас раньше межбюджет и трансферты из федерального бюджета, они приходили к нам в республику, они не под фактическим авансом, но они лежали. И в последующем, как только фактические выполнения, мы их передавали. Властям на местах рекомендовали и утвердить дорожные карты, в которых будут прописаны планы по увеличению доходов. У каждого муниципалитета своя стратегия. Мы очень плотно работаем по продаже муниципального имущества. Потому что задача стоит, именно каждый квадратный метр должен доход принести в бюджет. И имущество также должно пополнять бюджет района. Те предприятия, которые они же работают, Аурат, СВ, например, мы открылись в 2016 году, но они планируют поставить еще один завод. За счет них будет пополнение. Поиском инвесторов муниципальные власти в следующем году должны заняться активнее, отметил глава региона. Те муниципалитеты, которые представят вместе с предпринимателями прорывные проекты, где уровень зарплаты будет не менее 30 тысяч рублей, они получат государственную поддержку на инфраструктуру, на дорогу, на энергетику, на газ. Но местные власти не должны забывать и о проблемах жителей. Принцип доверия и уважения дает синергетический эффект. Если мы по отдельным вопросам вместе с вами забалтываем общественников, лидеров общественного мнения, когда обращаются старосты, конечно, последствия будут они другие. По традиции на съезде чествуют лучших почетная награда «Знак отличия» за безупречную службу в органах власти. В этом году ее получил глава администрации Шамуршинского района. Митрий Ковалев, Рассель Мухаметов, Республика. Сегодня в УФСБ России по Чувашской Республике отметили День работников органов безопасности. В числе приглашенных гостей были глава Чувашии Михаил Игнатьев, главный федеральный инспектор Геннадий Федоров, руководители правоохранительных органов Республики. Начальник управления генерал-майор Сергей Сафронов поздравил сотрудников управления, членов их семей, а также ветеранов с профессиональным праздником. Он пожелал им здоровья и служебных успехов в деле обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики. Контрразведчиков также поздравил Михаил Игнатьев. Я всегда подражал еще раз душу слова искренней благодарности за эффективное и конструктивное взаимодействие на территории нашей Республики со всеми правоохранительными органами, со прокуратурой Республики и со всеми государственными органами власти, органами местного самоуправления и институтами общественности. Если вы не заплатили налоги, тогда мы идем к вам. Налоговая инспекция совместно со службой судебных приставов проводит рейды по взысканию долгов с недобросовестных организаций. На этот раз сотрудники отправились в Новочебоксарск. Такие проверки заставляют нервничать всех участников процесса. Взыскивать с должников деньги, которых у них нет, задача не из простых. Но, как говорится, закон суров. Но это закон. Когда к увещеваниям перестают прислушиваться, налоговики приводят в действие другие рычаги – арест имущества, зданий, техники, продукции. В ходе совместного рейда был наложен арест на имущество трех должников. Должники в основном занимаются строительством. Сумма имущества, на которое был наложен арест – около 8 миллионов рублей. Если должник не оплатит свою задолженность своевременно, соответственно, данное имущество будет передано на реализацию. С начала года в Новочебоксарске было проведено около 100 рейдов. Результат – пополнение казны на 4 миллиона рублей. И арест имущества на 33 миллиона. Сумма поступивших налогов, бюджет по всем исполнительным производствам по городу Новочебоксарске составила более 43%. Указанные показатели нами совместно достигнут благодаря тому, что мы постоянно анализируем имущественное положение должников, бугарская отчетность, проверяем кассовую дисциплину. По Чувашии в этот год налоговой службе было выписано 20 тысяч постановлений на 1,8 миллиарда рублей. Совместные рейды также приносят свои плоды. Бюджет республики пополнился на 115 миллионов рублей. Не стоит забывать о том, что все эти поступления будут направлены на развитие самых нужных сфер жизни наших граждан – на образование, здравоохранение, строительство. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Информация для автовладельцев. С завтрашнего дня временно ограничат движение в Чебоксарах по Марпасадскому шоссе в ночное время. С 23 часов до 5 утра в течение трех дней будет ограничено движение по Марпасадскому шоссе от пересечения с проезда машиностроителей до пересечения с проездом Соленоя. Маршрут объезда по Марпасадскому шоссе улицы Ленинского Комсомола и проспекту Тракторостроителей. Эта мера принята в связи со строительством надземного пешеходного перехода. Зимняя рыбалка – небезопасное хобби из-за температурных перепадов. Состояние льда на реках и озерах часто меняется, местами образуются разломы и промойны. Но любителей экстремального увлечения от этого меньше не становится. Каждый год рейды спасателей по местам зимнего клева приносят улов. В минувшую субботу спасать пришлось двух рыбаков, которые оказались отрезаны от цивилизации недалеко от острова Смолкинский. Мужчины приехали на рыбалку на снегоходе, однако, не выдержав тяжести, лед треснул и снегоход утонул. Зима только началась, а уже зарегистрированы десятки происшествий. Всего на зимнюю рыбалку выходят ежедневно сотни рыбаков, и каждый из них находится в потенциальной опасности. Стоит отметить, что самый непрочный лед вблизи Чебоксарской ГЭС. Рыбалка там запрещена. В среднем толщина льда на Волге варьируется от 15 до 25 сантиметров, на Суре от 17 до 20 сантиметров. Для сотрудников Таванрадио стала доброй традицией отмечать день рождения вместе со слушателями. В этом году именинники решили заранее позаботиться о новогоднем настроении своих друзей. Музыкальная иллюзион сказка, посвященная трехлетию радиостанции, собрал полный зал. Маленькие, да удаленькие, это про наших коллег. За три года они успели сетку вещаний выстроить, и друзьями обзавестись, и со своими радиослушателями познакомиться, узнать их вкусы. Действительно, концертная программа была подобрана таким образом, чтобы всем было интересно. Поддержать наших коллег пришли чуть ли не все звезды Чувашской эстрады. Даже корреспондент национального телевидения Светлана Али Кимова, которая в данное время ухаживает за маленьким сынишкой, не смогла усидеть дома. На сцене Света была хороша, как всегда. Новогодние чудеса – это вам не просто раз-два-три «Елочка гори». Это настоящая магическая программа с загадочными исчезновениями, перевоплощениями и появлениями из воздуха. Весь концерт, а это более трех часов музыки и чудеса веселья, записан, чтобы Новый год вы смогли встретить подродные мелодии. Ведя версию концерта, посвященного трехлетию Таванрадио, мы покажем в праздничные дни. Следите за программой. Новый год – пора чудес. В это время чебоксарские площадки превращаются в декорации детских сказок, в которых оживают любимые персонажи. В минувшие выходные в столичном парке имени Николаева открылась резиденция «Снежной королевы». Подробности в нашем материале. Холода, метели и огромный ледяной трон – все атрибуты дворца «Снежной королевы». История спасения мальчика Кая, девочка Гердой знакома всем – от мала до велика. На этот раз на помощь пришли ребята и их родители. Уникальный пилотный проект нашего города, который позволит привлечь еще больше посетителей в парк. К нам ходит очень много людей летом, но мы хотим, чтобы к нам ходили круглый год. Хотелось бы, наверное, похвастаться. На следующей неделе у нас появится еще один питомец. Мы привозим ламу альпака. А уже сейчас в парке поселился северный олень. Погладить нового друга, поддержать вожжи и сфотографироваться. Хорошее настроение детям и взрослым гарантировано. Не обошлось и без традиционных зимних забав – катание с горок и на коньках. Праздничное настроение создает и новогодняя иллюминация. Нам очень нравится этот парк, потому что, во-первых, мама в детстве постоянно нас приводила сюда. Всегда катались на аттракционах, развлекались. И сейчас вот сами пришли с ребеночком. Все красиво, прям чувствуется Новый год близко. Красивые троны видели. И открытие, аниматоры хорошие, музыка хорошая была. Открыть дверь в настоящую сказку – этого хотят и дети, и взрослые. Праздничные мероприятия в парке рассчитаны на все новогодние каникулы. И к спортивным новостям. Календарь международных стартов 2016 года для спортсменов республики завершен. Заключительные медали завоевали самбисты и тяжелоатлеты. А с чемпионами сегодня встретился руководитель спортивного ведомства «Чувашия» Сергей Шелтуков. Уходящий год стал достаточно урожайным на награды. Более ста спортсменов республики сумели показать себя на международных соревнованиях, завоевав около 80 медалей разного достоинства. Большой вклад в эту копилку внесли тяжелоатлеты и самбисты. На днях с Кипра, где проходило первенство мира по самбо, вернулись Василий Федоров и Илья Капустин. Для обоих спортсменов участие в международных стартах стало дебютным, но это не помешало им завоевать бронзовые награды. Однако, по словам спортсменов, они не показали стопроцентный результат. Первый раз не всегда хорошо получается все. Мы, в принципе, на равных были. Я мог вообще выиграть спокойно, просто как бы себя сам унизил, можно сказать. Я не знаю почему. Может, из-за перелетов туда-сюда или из-за сборов. В отличие от юношей, девушки-тяжелоатлетки на пьедестале международных стартов стояли не раз. С недавно прошедшего первенства Европы Ирина Баймулкина привезла золото. Яна Мохина – серебро. На втором месте не очень понравилось мне стоять, поэтому на следующий год намного больше сила, терпения и вообще намного больше желания появилось. Еще больше тренироваться, стараться, чтобы в следующий раз на ступеньку повыше стоять на пьедестале. Следующие старты для девушек пройдут уже в 2017 году на первенстве России. В ближайшую субботу запланирован Кубок Чувашии по тяжелой атлетике, где выступят не менее знаменитые спортсмены республики. А самбисты на днях выезжают на сборы в Кисловодск, где пробудут до 3 января. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Болельщики хоккейного клуба «Чубаксара» в этом году смогут увидеть еще две домашние игры. Соперниками столичных хоккеистов станет команда «Юниор-Спутник НТ» из Нижнего Тагила. В сентябре чубаксарская команда в гостях одержала две победы с одинаковым счетом 4-6. Спустя три месяца соперники вновь сойдутся на льду уже в столице Чувашии. В последних играх хоккейную команду «Чубаксара» преследует полоса неудач. Как итог, пока пятое место из десяти в турнирной таблице. Удастся ли богатырям собраться и вырвать победу у соперника, станет ясно 22 и 23 декабря. Матчи пройдут в Ледовом дворце Чубаксара-Арена. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин